Так вот, и поскольку, возвращаясь к Савченко, по-прежнему рассматривается вариант, что Порошенко может пойти на президентские выборы, необходим технический кандидат, естественно, женщина. Почему женщина? Потому что главный соперник у Порошенко Тимошенко, соответственно, мужчине и женщине сложно бороться. Даже в плане какой-то чернухи, знаете, наговаривать на нее, это избирателями воспринимается неправильно. А вот, когда начинаются разборки между женщинами, ну это как по принципу, зачем держали Богословскую, против свое время. То есть функция Богословская всегда была, приходите на всех эфирах мальчи Тимошенко. Но она сохранилась, я вот иногда. Но возможно ее там еще достанут из сумрака, вытянут. Вот Савченко, она должна быть вот таким вот кандидатом, который с одной стороны будет оттягивать на себя против Сихов, а с другой стороны бороться за электорат Тимошенко, начав против нее максимальную информационную кампанию. И на суде уже видно, то есть уже звучат с ее стороны месседжи, там о том, что Тимошенко там агент Кремля и прочее, прочее. То есть уже началось, ну уже началось прощупывание, прощупывание почвы. Это то, что надо Порошенко от Савченко. Что надо Медведчуку. Ну, как мы знаем, Медведчук, он мечтает вернуться в большую политику. И он, знаете, про него это как бы не мытьем-то катаньем. То есть, как он не пытался, какие там методы, знаете, там, начиная от блоков не так в 2006 году, заканчивая украинским выбором, которым была завешена вся страна. Но вот, понятно, оно не получается, вот не так, не так. Ну, в общем, в итоге пришли к выводу, что единственный возможный вариант впихнуть Медведчука обратно во власть, это завести его в парламент. Причем эта схема была предложена еще в прошлом году. Она предлагалась, ну это не секрет, она предлагалась представителям Поблока. Ребята, как бы, мы вам чем можем, тем поможем. Ну, в первой пятерке должен быть, ну, они отказались, потому что, ну, как бы, поставили, ну, для них это, у них и так проблема с рейтингом, потому что вот эти там 10%, которые рисуются по блоку, это все фейк. Ну, то есть, они своим подыгрыванием власти с 2014 года, ну, своими попаданиями в парламентом уже все полностью дискредитировали. Да, еще туда впихнуть Медведчука, ну, это как бы уже, можно их сразу закапывать. Соответственно, а какая альтернатива, как можно, причем, заводить Медведчука надо именно по партии Юго-Востока. Он, собственно, вот в итоге была выбрана партия Зажиття. В первой пятерке Зажиття Рабинович, причем мы помним, как там появился Шуфрич, это вот уже было, знаете, а там Гешуфрич, там и появится скоро Медведчук. То есть, Шуфрич туда зашел главным, ну, представителем, как я это называю, представителем заказчика. И, собственно, после этого стало понятно, как будет строиться предвыборная кампания. Это будет такая, знаете, популистская партия Юго-Востока, но, скорее всего, их хотят еще и запустить, участвовать в выборах на Донбассе. То есть, они должны подтянуть электорат не только на территорию Украины, которая у них есть на Юго-Востоке, но и со стороны... В случае проведения выборов в следующем году? Да, почему хотят совместить проведение местных выборов на Донбассе с парламентскими? Чтобы вот эти вот голоса проголосовали за новую партию, где будут политики, которые нигде не светились с 2014 года формально. Где будут политики, критикующие последними словами Порошенко. И где будет политик, который, ну как бы, условно, не условно, реально пророссийский, сам кум Путина. Вот, в первой пятерке, ну как же не проголосовать, это же наши, это же Путин практически. Вот, собственно, и Савченко, она должна также войти в первую пятерку за життя и стать одним из локомотивов этой политической партии. На парламентских выборах сначала ее крутанут на президентские, там максимально, и потом на том ее рейтинге, который... То есть она должна гарантировать голоса западной и центральной Украины. То есть там Медведчук дает голоса, там, условно, Донбасса, Рабинович там и компания дают голоса, там, ну, Юго-Востока. Савченко дает голоса частично, ну, западной и центральной Украины плюс против психов со всей Украины. Поэтому компания, ну, риторика Савченко строится такая, что она против всех. То есть, понимаете, она вроде как против всех, но при этом она постоянно повторяет, что Донбасс это же Украина, это же наши люди. То есть ее можно, то есть она с политехнологической точки зрения украиноязычная, она якобы должна вот объединить всю страну. То есть и Донбасс, потому что вот она же говорит, что там же наши украинцы, мы должны с ними, ну, как, это же мы, наши должны все вернуться, прочее. То есть, ну, вот, короче, Савченко становится локомотивом партии «За життя», поскольку Рабинович больше рейтинга не дает. Вот сейчас их не рейтинг, это все. То есть больше он не даст рейтинга. Поэтому здесь сплелись, резюмируя все ваше сказанное, сплелись интересы Порошенко, интересы Медведчука. Мало того, я сейчас наблюдаю, что, судя по всему, будет использована технология имитации репрессии против Медведчука. И недаром, ну, репрессии, понятно, что никто его не будет садить в СИЗО, но против него будет организована там некая информационная якобы компания. Луценко ее уже так тихонечко начал проводить. Ну, конечно же, по договоренности все, ну, это все договорняк, да, о том, что за делом Савченко может стоять Медведчук. Медведчук сразу же дал интервью BBC, где сказал, что он не исключает возможности своего ареста. А, ну, самое там ключевое было, какую из политических партий бы вы видите там вот в рамках своей идеологии. И там он ответил, что это оппозиционный блок из-за житя. И на уточняющий вопрос, могли бы вы с ними пойти на парламентские выборы, Медведчук ответил, да. Ну, собственно, ну, что подтверждает все то, что я перед этим рассказывал, всю эту раскрутку, собственно, ну, сейчас будет, то есть, будет попытка создать информповоды, информповоды для того, чтобы начать крутить Медведчука на эфирах. Потому что сейчас его очень сложно, ну, как его завести, да, он же все-таки кум Путина, ну, сплетел, как вот, ну, как взять, от кума Путина посадить, что, о чем его спрашивают, да. Но, если создать имидж репрессированного, ну, условно, да, там, Луценко, ну, вот такая, знаете, пинг-понг, Луценко будет обвинять его в том, что вот, плохой Медведчук, там он стоял там за какими-то террористическими актами, и сразу во все СМИ, куда можно его впихнуть, там будет выходить Медведчук и рассказывать, что Юрию Тальчу про к психиатру сходить и прочее, прочее. Но лицо будет постоянно мелькать, и вот так вот они, с политтехнологической точки зрения, будут его выводить под парламентские выборы, чтобы он стал узнаваемым лицом в первой пятерке, ну, плюс, надо же показать, что, ведь, не секрет о том, что у Порошенко и Медведчука достаточно тесные отношения. И надо, и люди, в принципе, об этом знают, ну, народ это как бы понимает, поэтому необходимо сымитировать некую напряженность между ними, то есть, что вот сейчас великий ужасный Порошенко будет тут прессовать не только Надю, которую там, да, а еще и Медведчука. То есть, и Порошенко это выгодно, поскольку он показывает свою формальную антироссийскость, и если он пойдет на президентские выборы, он может потом всем рассказывать, какие у меня договорники с Россией, то есть, какие, вы видите, да я самого, самого тут кума Путина пытаюсь, понимаете, вот, ну, обижать. Какие у нас тут могут быть договоренности, о чем вы все говорите? Ну, и Медведчуку выгодно, это повышает его рейтинг, потому что украинцы, знаете, мы нация, мы любим этих серых-то убогих, мы их там любим всегда, там, тех, кого обижают, да. Не, мы за них потом не голосуем, конечно же, но вот пролить скупую слезу по поводу, там, репрессий, ну, как Савченко, да, ну, смотрите, я вот рассказал вам эти все политехнологии, на самом деле, но это не значит, что их получится реализовывать, потому что, какая была хорошая задумка Саакашвили, ее, вы же никто не собирался сворачивать через полгода, на самом деле, это должна была быть долгоиграющая песня, там, чуть ли там, не до президентских выборов, то есть, он должен был втянуть, ходить, дальше имитировать вот эти вот акции протеста, втянуть в эти акции протеста Тимошенко, потом устраивать какие-то, какие-то там безумия, как было в Октябрьском дворце, для того, чтобы показывать всему народу, что Миша не только неадекват, но еще и там Юля неадекват, потому что она с ним вместе ходит, а значит, она, ну, устраивает такие же вещи. Поэтому Савченко точно так же, задумка политехнологов, понятно, но не надо списывать со счетов украинский народ, потому что, вроде как бы, все у нас такие и аполитичные, да, там, хатас крайники, да, но когда какую-то технологию начинают очень сильно вдалбливать в мозг, а они будут вдалбливать, потому что это методика и Порошенко, и Медведчука, они не могут иначе, да, то у людей это вызывает протест, соответственно, вот просто в знак протеста, вот нам будут лепить репрессированную Надю, да, а мы это уже все видели, мы наблюдали это шоу уже, это же повторение, того же шоу, которое мы видели в России, соответственно, нет никакой гарантии, что имитируя все вот эти вот репрессии против Савченко, реально удастся ей повысить рейтинг, и я боюсь, как бы не закончилось тем, что Надю используют в итоге, а потом еще ее и посадят, просто потому что она не справилась со своей задачей, ну, посмотрим, политехнология на то не политехнологии.